Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, и тему этого вебинара предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько топиков на выбор, которые будут касаться разных сегментов финансовых рынков. Та тема, которая вам приглянется, наберет больше всего голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Вебинар состоится в 15.00 по московскому времени. Буду очень рад, друзья, вас всех видеть. Ну что ж, вкратце, эта неделя очень серьезная, насыщенная на фундаментальные события. В частности, сегодня мы ждем индекс ISM производственного сектора США в 14.00 по GMT. В среду на разогрев статистика по рынку труда ADP. Это отчет, который предваряет выход данных по Nonfarm Perils. Этот релиз мы с вами ожидаем в предстоящую пятницу. Также в среду состоится решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. Канадский доллар находится в нашем портфеле. Мы за ним следим уже какое-то время, и я рассчитываю увидеть его на более низких позициях по сравнению с американским долларом, особенно после слабых данных по темпам экономического роста. И, кстати, на этой неделе еще в пятницу, когда выйдут официальные данные по состоянию американского рынка труда, мы будем разбирать также аналогичную статистику еще по Канаде. Тоже ожидания не самые лучшие, которые будут, наверное, логичным продолжением общей слабости фундаментального фона Канады. И это еще раз должно подвести нас к идее того, что Банк Канады может вместе с Европейским Центральным Банком анонсировать смягчение монетарной политики и снижение ключевой процентной ставки. Правда, вероятность снижения ставки в Канаде сейчас не такая высокая, как, например, касательно Европейского Центрального Банка. В четверг решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке. Уже несколько месяцев мы ждем это событие. Я рассчитываю на то, что Европейский Центральный Банк будет первым регулятором развитых стран, который пойдет на смягчение экономической политики. Ну, давайте опустим Национальный Банк в Швейцарии. Это уже было очень давно. Но к действиям ЕЦБ мы готовились заранее, анализируя данные по инфляции, понимая то, что экономика нуждается в новых мерах экономического стимулирования из-за слабых показателей ПВП. И вот теперь, друзья, через несколько дней развязка. Нужно, чтобы мировые центральные банки начали уже прокладывать путь к смене вектора денежно-кредитной политики и отказывать жесткого монетарного режима в пользу смягчения экономической политики. Это будет делать априори валюты развитых стран, за исключением США, гораздо более слабыми, нежели чем американский доллар. И по этой причине я снова возвращаюсь к идее того, что американскую валюту, за которой стоит Федрезерв, который все еще не собирается смягчать экономическую политику в ближайшее время, у доллара есть куда больше шансов на то, чтобы навязать борьбу в ближайшие месяцы и показать характер, выйти на новые локальные максимумы. В общем, отчетов будет очень много. Конечно же, на каждой торговой сессии мы будем возвращаться к детализированной картине дня, пробегаться по всем этим отчетам и проговаривать те ожидания, которые присутствуют. Ну а пока что вкратце. Индекс доллара 104.54, максимум пятницы был 104.84. Мы не добрались повторно до планки 105, потому что реакция на данные по индексу расходов наличного потребления оказалась не такой, как хотелось оптимистам. Честно говоря, по факту цифр ничего нового не произошло в годовом выражении, что основной индекс расходов наличного потребления, что базовый индекс остались на прежних уровнях. То есть снижение не последовало, и мы однозначно не можем говорить о том, что инфляция продолжает снижаться, либо возобновил устойчивый дезинфляционный тренд. Кстати, ранее на прошлой неделе Нил Кашкаре делал на это очень большой акцент, отмечая, что несмотря на снижение инфляции в апреле, до этого она неуклонно росла на протяжении нескольких месяцев подряд. Ее предстоит реферизирование, нет пока уверенности в том, что удалось возобновить этот тренд, а поэтому нет основания пока говорить о целесообразности и уместности смягчения национальной монетарной политики. О Кашкаре я говорил много, потому что это авторитетные представители Федеризирова, и к его точке зрения мы точно можем прислушиваться, потому что, по сути, это точка зрения Джерома Павла. Что касается инструментов этого ЧТУ, которые оценивают вероятность снижения ключевой процентной ставки, тоже картина не изменилась, что к пятницам мы в прошлое подошли с показателем 45 с небольшим, так и сейчас вероятность снижения ставки 45,7. Но после выхода индекса по ИСМ, производственного сектора сферы услуг и после отчета Non-Farm Perils, конечно же, картина очень сильно изменится, поэтому уходим на новую неделю ожиданий в преддверии вот этих ключевых фундаментальных отчетов. Будем искать, если среди вас есть такие же покупатели доллара, как и я, поддержку в этих релизах. И, соответственно, при реализации этого сценария, американская валюта сможет выйти на отметку 105 и потенциально ее превысить. Условия, друзья, для этого есть, и они идеальны. Золото 2320 долларов за тройскую унцию. Развитие нисходящей динамики, как мы и ожидали, все-таки последовало, и, в частности, сейчас ориентируемся на цель 2300 долларов за тройскую унцию. Вероятность того, что мы доберемся в ближайшей торговой сессии до этого уровня, крайне высока, потому что сейчас нам на помощь пришел и рыночный сантимент. Почти 70% трейдеров находятся в длинных позициях. Ждем развития мощной медвежьей динамики. И я допускаю то, что, учитывая содержание экономического календаря и те волатильные движения, к которым мы уже начали привыкать по золоту, золото может легко преодолеть поддержку 2300 долларов за тройскую унцию и оказаться даже ниже. Давайте тогда будем возвращаться к этой идее на следующих брифингах и актуализировать конкретные ценовые уровни. Евро против доллара 1,0850. Несмотря на рост инфляции, который был сфиксирован в мае с 2,4 до 2,6%, нужно признать то, что Европейский Центральный Банк проделал колоссальную работу в ослаблении инфляционного давления. И пока что этот тренд устойчивый, нисходящий, он в целом сохраняется. Поэтому чиновники Европейского Центрального Банка уверены, что им вскоре удастся добиться поставленной задачи обеспечения ценовой стабильности и снижения инфляции в район 2%. Если вы считаете, что после вот этого прироста инфляции, который был зафиксирован в мае, сильно изменилась точка зрения рынка относительно того, будет ли ЕЦБ снижать пациентную ставку или нет, я хочу сказать, что не изменилась. Даже по данным опроса Reuters, большинство респондентов, которые принимали участие в опросе, уверены, что ЕЦБ через пару дней в этот четверг снизит процентную ставку на 25 байсных пондов, а до конца этого года ставка может быть снижена еще дважды. Поэтому априори евро у нас остается в числе аутсайдеров. На фоне также ожидания роста доллара, я рассчитываю на снижение пары евро против доллара ниже отметки 1,0750. Доллар канадец 1,3627. ВВП Канады в годовом выражении. Фактическая цифра 1,7%, прогноз предполагал рост до 2,2%. А вот что касается месячного показателя, то в марте была нулевая динамика. Мне кажется, чудом удалось избежать ухода на отрицательную территорию. В эту пятницу ждем слабый отчет по рынку труда Канады. А предварительно, собственно, в среду, когда выйдут еще данные по EDP рынку труда, состоится еще и заседание Банка Канады. Я не рассчитываю на снижение процентной ставки, но уверен в том, что ТИФ Маклем, который возглавляет канадский регулятор, намекнет на готовность пойти на этот шаг, учитывая значительный прогресс в ослаблении инфляции и ухудшающиеся экономические условия. Не забывайте также то, что на канадский доллар напрямую влияет нефтянка, которая сейчас под большим давлением. Бренд, в частности, 81 доллар за баррель. И наша цель, друзья, 80 очень близка. Причины распродажи слабы китайские данные. Мы о них говорили в прошлую пятницу. Собственно, снижение сектора в зону стагнации – это большой негативный сигнал, потому что импорт нефти в Китай так в последние месяцы снизился на фоне еще и слабости промышленного сектора. Этот спад, скорее всего, продолжится. Итоги заседания ОПЕК вроде бы как предварительно продлили действия ограничения в определенном формате на 2025 год. Но есть, как и всегда, но. Они заключаются в следующем. Саудовская Аравия и Россия, которые добровольно сократили добычу еще на 2,2 миллиона баррелей, начнут отказываться от этого решения и восстанавливать добычу уже с октября. И плюс ко всему Саудовская Аравия также согласовала рост производства нефти, начиная с начала следующего года на 300 тысяч баррелей. Идем уже в обратную сторону. Страны начинают обдумывать, принимать какие-то уникальные и более лучшие для себя условия по оквотам, по добыче. И все это попахивает ростом глобального предложения на фоне все еще слабого спроса. Я, соответственно, на этом фоне считаю, что мы можем уйти к новому локальному минимуму, поэтому ждем как минимум 80 долларов за баррель и потенциально даже пониже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!